я вас приветствую на своем канале сразу хочу измениться у меня что-то немножко горло второй день от воспалилась немножко голос даже тяжело говорить но я решила все равно снять видео и пообщаться с вами я сегодня хочу продолжить серию моих воспоминаний так сказать по волне моей памяти моих рассказов хочу сегодня рассказать о своих друзьях друзьях с которыми много лет дружили у нас были рядом были соседями у нас были дачи рядом прямо практически на одной территории я сегодня хочу рассказать историю от первого лица скажем рассказанная этими друзьями вот они мне эту историю поведали кто знает красновский край конечно они до них это будет не новость кто не знает я хочу сразу сказать это богатейший регион сибири где кругом тайга протекает могучая река енисей в тайге живность вся то есть медведи и волки и лисы постоянно охотятся люди охотников очень много грибы кедровый орех черемша различные травы различные ягоды ну все 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 то есть сибирь это очень богатый своими ресурсами регион так вот в нашем красноярском крае богатом в таком регионе растет такая ягода но она может и везде растет у нас очень немного растет и это лесная клубника то есть это не садовая как люди вот такой вот на дачах выращивают на каких-то удобрениях а это маленькая ягодка прям вот такая вот маленькая лесная клубника на настолько запашистая настолько ароматная что садовая или там парниковая клубника и нет никакого сравнения и вот тот год которым я сейчас хочу рассказать этот год был очень урожайный на эту ягоду люди ехали автобусами машинами там кто-то пешком кто-то кто-то на велосипеде ну кто как мог так добирался и вот мои любимые друзья сразу хочу сказать есть ее тамара зовут его вадим и вот они решили тамара с вадимом решили поехать и собрать привезти эту ягоду вот но они готовились заранее они готовились за неделю или за полторы до этой поездки чтобы им ехать одним они пригласили своих друзей по моему там четыре человека своих близких тоже друзей вот подготовились назначили определенный день там скажем субботу и они выехали выехали они за ягодой на двух машинах с собой взяли там корзины короба какие-то до чтоб я году ложись чтобы она там если будут в корзины складывать или в короба чтоб она там не дай бог не примялась там и не потеряла вид свой ну в общем как вот ягодники потом они собрались на открыть поляну там и соответственно после сбора ягод они там решили покушать ну планы у них такие были и вот они тронулись в путь рано утром это была суббота очень рано еще только только рассвет начинался наверное не знаю в пятом часу утра а может это надо было ехать и надо было знать места и найти эту ягоду а она обычно растет где-то просто на полях а где-то просто на косогорах высокие такие горы луга ну на лугах может расти да то есть очень много травы и нужно наклоняться эту ягодку собирать ну у них такая дружно компания веселая они прямо такие все одухотворенные предстоящим сбором урожая этой клубники вот ну поехали ехали очень долго хочу сказать приехали они там стали на одном месте рассказывали как большое такое такое поле было заросшие там васильками васильками там клевером вот ну там чуть-чуть как где-то ягодка была не походили посмотрели есть ягода но не так и много вот а уже время было обед вот и они говорят о чем сейчас поедем как бы это давайте сейчас сядем накроем свой шатер сделаем да сядем и нормально покушаем чтобы нам потом дальше ехать вадим он был за рулем на своей вот на своем жигуленке он говорит я был категорически против я я им всем сказал ребят давайте мы сначала поедем найдем эту ягоду люди едут прям машинами прямо видно что везут уже уже утром съездили собрали уже везут обратно у нас уже полдень мы еще ничего не собрали мы сейчас садимся все есть вот но эта компания веселая значит у них у них саму было и выпить как взята как бы так немало и всякие вкусности они сказали нет 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 ягода никуда от нас не денется мы сейчас посидим часика два ну покушаем и поедем еще только день мы еще успеем ее там до вечера ее собрать ну раз так решили так решили они расти и там громадную там такую скатерть самобранку все что они взяли с собой поесть они полностью все выложили накрыли достали там бутыль мосики там один бутыль мосика уже разлили там выпили а когда хорошая компания да хорошая закуска и ей что выпить конечно разговоры тары бары обо всем и и не замечают как быстро летит время вот ну вот вадим конечно там ходил то ну покушал с ними там все но ему хочется поехать и найти и набрать этой ягоды потому что у него душа болит что все везут ягоду у него нету он давай своих всех ягодников торопить немножко тяжело говорить а они там второй бутыль мосик достали потому что все это идет под хорошее настроение под хорошие разговоры вот ну и и бла 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 и сидят разговаривают и как бы уже отвлеклись и вроде бы уже для них это ягода особого значения не имела вот ну и он там пошел дальше он пока они там сидели разговаривали он пошел там говорит я пошел смотрю там готовы такая лесосекова впереди я пошел в эту лесосеку там такой небольшой лесок думаю может грибов посмотрю может еще что то и ушел вот этот лесок потом он уже когда вернулся уже дал команду говорит так все давайте закругляйтесь давайте сворачивайте свои эти пищевые котомки поедем ягоды соберем осталось времени так много как мы чтобы отсюда приехали накрыть за 120 километров накрыть как бы и сидеть и общаться разговаривать уж приехали за ягодой но эти уже друзья такие уже хорошенькие такие уже подвыпившие значит все да 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 мы собираемся собираемся все дана команда они все собрались и и значит все сложили в свои сумки там рюкзачки они все прыгнули в свои машины и значит сидят ждут что сейчас они уже тронут ну как оказалось тронуться они не могут потому что вадим не может найти ключи от машины стал искать по всем карманам по курткам там везде по сумкам нет нигде ключей а значит все опять вышли с машины давай искать здесь вот где они сидели где не кушали ползать там на карачках поднимать а трава высокая трава поднимать эту всю траву разгребать там руками где по возможности ну нет нигде ключей кстати они вот хоть они лазят там эти ключи ищут ну нигде ключи нет а вадим как я не представляю куда они у меня могли деться вообще вообще нет никаких соображений вот потом тамара его жена она говорит слушая но здесь нету ты куда еще ходил он говорит я ходил в лес искать как бы грибы а а где искать в лесу вы представляете он же обошел очень большое расстояние где искать ну вообще невозможно даже даже логически нельзя предположить что потому что в лесу же своих следов же не отследишь под какой-то везде кусик за какой-то дерево заходил а время идет время идет уже не так уже и солнышко ярко светит потому что уже дело идет к закату они все на этом месте а мимо них едут машины едут ягодники с коробами и со всякими там корзинками прочими они же это все видят что люди везут ягоду а у этих другая проблема не не могут тронуться потому что не могут найти ключи от машины ну вот я сейчас улыбаюсь потому что там для меня уже как бы такой самый такой пиковый момент такой интимное интересное чему же это все привело значит так продолжаем вот ну все они эту поляну все обыскали они уже знают что вадим как бы только был на этой поляне вот и он отдалялся в лесополосу в лес кстати как как найти и вообще уже дело было не до ягоды да вообще как вернуться домой нету связки ключей там от квартиры там от машины там не знаю там еще что-то и он это и вот тамара к нему подходит его жена и говорит ты примерно помнишь вообще как ты захотел там и вообще вот это чтобы нам дать направление потому что уже уже там уже и злиться как бы встали стали друзья как ну что такое на елы-палы вообще приехать за ягода и и все и остаться ни с чем вот и он не говорит я говорит помню направление говорит что я пошел в лес потому что я захотел в туалет большом короче говорить я сходил по большому ну уж будем говорить своими словами ничего такого нету пока мужик когда он это и сказал у него сразу определился ориентир а и так говорит все ищем вадима какашку все ищем потому что друг друг другой какашки быть не может потому что других людей здесь нету все у всех задача была определена и все стали искать эту какашку вадим говорит я далеко не мог в лесу идти я просто вот пошел мне захотелось нам пойти в туалет и там по лесу погулять но я где-то говорит здесь а где я присел как я не помню я не могу а нет когда рассказывали вы не поверите мне такую мы так смеялись от души до слез до что они рассказывали так еще смачно то есть такие прямо с таким хорошим пересказом это я уж вам так рассказывал и вот наши уважаемые ягодники уже дело вообще старок вечер уже время уже стало и почти уже 6 часов а в лесу вообще реально темнота деревья высокие солнце практически не попадает уже лучи солнца там на низкие кустарники вот и они уже там все ходили они они у них цель была только вот найти вот это все они уже ни на что не смотрели и у них была одна задача найти найти вот эту вот как сказать вот эту штучку да и и все но случилась удача и кто-то из друзей все-таки наткнулся на то что они искали и и там всех позвал там идите сюда идите сюда все я нашел 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 когда все уже подошли они там уже посвятили фонариком потому что да уже довольно таки уже смеркалась они видят такую картину они видят что лежит кучка наисвежайшие скажем да а рядом с этой кучкой лежит связка ключей и какая ягода когда уже солнце стало садиться дело уже к вечеру что там через два часа через три уже вообще будет темнеть естественно они собрались сели в машину и поехали они домой и поехали они домой так ничего не набрав ни одной ягодки вот но зато вспоминая вот это все такой вот теплотой вот этот рассказ вот этот он такой вы знаете он такой житейские что я не знаю могло вообще там это не может с любым человеком произойти да вот имея мелкие карманы такие что ты наклонился у тебя с кармана может все выпасть и и все вот так бывает в жизни вот такая была история